На дороге у жилого комплекса Дендрарий в четверг под колесо Тойотера в 4 попала 4-х летняя девочка. Малышка была с дедушкой, родственники только собирались перейти дорогу. Мужчина успел буквально выдернуть ребенка из-под машины. Похоже, для хабаровчанина случившееся было куда большим стрессом, чем для его внучки. Ногой прямо под колесо, на кончике пальцем. На кончике, вот так вот. Это было страшно. Несмотря на отсутствие видимых повреждений, ребенку сразу же вызвали неотложку. Врачи успокоили, травм девочка не получила. Не было необходимости даже в дополнительном обследовании. Поэтому увозить малышку в стационар не стали. Едва ли не больше родственников испугался и 44-летний водитель Тойотера в 4. Мужчина хотел развернуться, а потому все свое внимание сконцентрировал на левой половине дороги, в то время как пешеходы появились справа от него. Вот остановился, начал пропускать машину. Отвлекся, кто-то посигналил, отвлекся. Только начал трогаться, смотрю, у него уже под колесами. Они как бы обходили, вот так видно между машинами. Не специально же ощущаю. Заметить тут пешеходов и впрямь не всегда просто. Дело в том, что проезд этот всегда заставлен автомобилями, а какого-либо обозначенного места для пешеходного перехода нет. Поэтому перебегать дорогу людям приходится на свой страх и риск. Магазин единственный. Или там, черт знает, где ходить. Тоже, дай бог, такой переход. И там. Это неудача немножко перекрестна. Фактически мы сами нарушали. Если здесь появится хотя бы пешеходная зебра, то переходить улицу будет куда безопаснее. По крайней мере, автомобилисты будут знать, в каком именно месте ждать появления людей. С места происшествия Надежда Томченко, Евгения Куликова и Павел Рогатин.